Все, надо мыть посуду теперь. Надо ее помыть, ее брать, как мама-то делала всегда. Два-три раза в неделю Елена, социальный педагог, приходит в гости к маленькой Милане. Они вместе играют, ходят гулять, а мама девочки в это время может заняться домашними делами. Так в родниках Центр социального обслуживания притворяет в жизнь новый закон. С 1 января текущего года к услугам, которые предоставляют органы соцзащиты, добавился так называемый кратковременный присмотр за детьми. У меня вот не было трудностей. Дети хорошо идут на контакт, мы с ними достаточно быстро нашли общий язык. Главное – доброта, ласка, не давить на них, все с пониманием. Я не буду очень хорошо относиться к тебе, да, милаш? Всегда с улыбкой встречаются, провожают всегда, говорят «до свидания», да, пока. Работаю я свою очень люблю, мне очень нравится. В семье Полозовых трое детей. Старшие мальчики и двухлетняя милаша. Так называют ее домочадцы. Елена приходит на час-полтора. Иногда даже освободить маму от уроков со старшим сыном. Это уже весомая помощь для многодетной семьи. Мои дети приняли его очень хорошо, особенно маленькая. Старший тоже занимается с ней, нравится. Под присмотром Елены сейчас 10 ребят. Воспользоваться помощью могут многодетные мамы и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Услуга эта абсолютно бесплатная. Мы взяли штатного работника с педагогическим образованием, что обеспечивает качество предоставления социальной услуги, ее объем в соответствии со стандартами, утвержденным правительством Иванской области. В этой семье под присмотром Елены две сестренки – 10-летняя Даша и 11-месячная Катя. Старшая девочка очень любит мастерить поделки, поэтому сегодня на повестке дня открытка своими руками. Далее по расписанию прогулка с Катей. У мамы Виктории всегда есть планы на ближайший свободный час. Это можно сходить в магазин, можно сходить также в больницу, приготовить, покушать и вообще убраться. Хорошая программа. Если в родниках нуждающихся в помощи педагога на час будет больше, то Центр соцобслуживания введет еще одну ставку. Любопытно, закон вступил в силу с 1 января, но столь популярен он пока только в родниках. Специалисты объясняют такую неоправданную невостребованность в других муниципалитетах незнанием молодых мам об услуге.